Здравствуйте, дорогие друзья! Проход Ангерчик, Александр Герчик у нас в гостях. Антон Клевцов, Антоша. Всем привет, Александр Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. По огромным просьбам, на самом деле, обычно у нас получается, что люди напишут и звонят, и спросят, чтобы кого-то пригласили. На самом деле, твоя персона попалась не случайно. Я сам посмотрел твой блог. По одной простой причине ты заинтересовал, на самом деле, многих ребят, потому что, в принципе, личность ты хорошая, интересная, симпатичная. И в трейдинге ты очень мало, но, на самом деле, за тот короткий промежуток времени, насколько я знаю, ты, по-моему, 3 или 4 года всего торгуешь. Вот через месяц ровно 3, думаю, как я вообще что-либо знаю о трейдинге. Ну, 3 года, в принципе, о трейдинге и быть там, где ты есть. Я, на самом деле, думаю, что ты в очень правильном направлении и по правильному вектору. И, как бы, дорогие друзья, мы там с Антоном минут 5-10 до эфира пообщались, на самом деле, более чем адекватный молодой человек. На самом деле, здоровые руки у него огромные такие, чуть менее не поломал. Давай у нас, в принципе, обычно, я не буду говорить стандартной ситуации, у нас гости рассказывают о себе, и ты не исключение, просто расскажи, потому что те люди, которые нас смотрят, они всегда думают, что, знаешь, нужно обладать какими-то магическими знаниями для того, чтобы попасть в трейдинге. Расскажи, как ты попал. Попал очень интересным образом, я считаю, я никогда о таком не слышал. Я в 2010 году получал второе высшее образование, ну, точнее, пытался получить. Первое у меня химическое, второе хотел экономическое. Вот, значит, специальность была финансы и кредит, и это была первая сессия. Ну, в смысле, она была уже вторая, и у нас был предмет рынок ценных бумаг, к которому я никакого интереса не проявлял. На экзамене, естественно, я получил неуд. Но, что удивительно, вместо того, чтобы отбить охоту, ну, то есть, как бы все плохо же, да? Привили желание. Да, мне стало очень интересно, потому что я больше из беседы уже с преподавателем на самом экзамене узнал так много, мне это так понравилось. Ну, потому что он был хороший такой мужчина, как бы очень, видимо, уже давно преподает. И он во мне этот интерес раскрыл. После этого я уже очень жадно прочитал книгу рынок ценных бумаг, начал отличать акции от опционов, наконец-то. Вот, и очень-очень быстро открыл счет на российском рынке. Но через месяца три я узнал, точнее, я скачал в интернете, может, знаете, курсы Александра Михайловича Герчика. Слышал. Ну, наверняка, конечно. И, в общем-то, естественно, как-то интерес сразу перешел туда. Потому что для меня было очевидно, что пять инструментов здесь и пять тысяч инструментов там. Ну, как-то, по крайней мере, посмотрю. Вывел все деньги. Причем я, кстати, за время торговли на Россию ничего не потерял, ничего не заработал, но сделок сделал так. То есть, по сути дела, большой плюс уже за две минуты нашего разговора. Ты, в принципе, оказываешь, что решение ты можешь принимать быстро и резко, если надо. Да, я сразу... Это меня заинтересовало, открыл счет. Естественно, не сильно удачно. Первый депозит не сильно долго прожил. Наверное, меньше, чем... Ты, междунар, на Америке. Да, да, да. На Америке, наверное, меньше, чем... Ну, он был и маленький. И еще тогда были и комиссионные повыше, и плата за терминал, и все. То есть, было достаточно тяжело. Но уже тогда занимался... Ну, уже пытался заниматься скальпингом. Причем я прекрасно отдавал себе отчет, что там каким-то инвестором мне не быть, и там пытаться что-то высиживать. Да и трейдинг, конечно, привлекал своим потенциалом. Но, тем не менее, всегда стремился к какой-то механике. То есть, скажем, брал несколько акций, пытался торговать либо на опережение, либо еще как-то. И вот потихоньку-потихоньку начал эту почву щупать, вот сам по себе скальпинг. Но, естественно, комиссионные просто не давали ничего сделать. Иногда там, то есть, это было вообще... Вроде заработал, да? Да, гроз он там плюс 100 долларов, а на этом минус 200. Ну, потому что проторговано там 40 тысяч бумаг по 100 акций. Ну, сегодня это достаточно легко. Нет, когда ты по 100, по одному лоту гоняешь, то это... Ну да, смотря какая акция. Ну, на самом деле, вот у нас на курсах, в общем-то, все трейдеры, которые у меня занимаются, они стараются выполнять норму. Ну, уж 100 трейдов-то всяко каждый может сделать, это не проблема при этом. Ну, 10 тысяч, не 40 тысяч. Ну да, ну, я очень хотел. Это было очень большое желание. А в какой момент ты действительно понял, что это вот твое, и тебе это нужно? Я очень нескоро понял, потому что, естественно, когда у тебя ничего не получается, ни там, ни там, ни там... Ну, нельзя сказать, не получается, ты же российский счет не слил. Нет, я практически ничего не делал. Я что-то попытался, где-то заработал, где-то потерял, в итоге при своих так и остался, вывел, ничего не изменилось. На Америке уже была... Ну, там же издержки вышли, сами знаете. И потом услышал... Ну, Анатолий Радченко начал свои вебинары проводить очень много, это стало очень популярным, интересным, я слушал. Потом попал на семинар Тимоти Сайса, где, собственно, с ребятами из UT познакомился, узнал, что будет курс дейтрейдинга, попал к Анатолию на него. Но очень быстро меня перетащили к скальперам. Там сам Дима предлагает стратегию, да, утро... Нет, она может быть отличная, но они смотрят результат. Я никогда не пытался что-то, ну, там, как-то высидеть, взять, потому что я этого не понимаю. Я вообще считаю, что заниматься нужно тем, что... К чему лежит. Что у тебя получается. Абсолютно верно. Не нужно себя мучить и биться головой в стену там, где, ну, абсолютно ничего. Если я вижу, что я могу как-то механически, ну, что-то делать, что-то извлекать, ну, попал. То есть, по сути, дело тебя заметили, потому что ты даже, вот, например, торговал там по толикосистеме, вот эти утренние резкие движения, но ты очень быстро выходил, и они... Мгновенно. Понятно. То есть, они сложили 2,3, увидели человека, который понимает, как бы, рынок, и быстро выходит. Но я особо, в принципе, не... Ну, меня, в принципе, всегда привлекает вот что-то такое, где я могу какие-то механические действия делать, так как, ну, вы сами знаете, 100 килограмм, качок, интеллектом не изуродован, приходится избирать, в общем, какие-то статистические, механические методы торговли. Я понимаю, что в данной ситуации, в данной ситуации, это то, что понятно тебе, как ты правильно сказал, каждый переходит на то, что он хочет. Например, я сейчас вообще стал спокойно торговать, я же говорю, вот у меня сейчас там, я по золоту сижу в позиции, я не могу уже сидеть, нажимать целый день кнопки, хотя вечером я стараюсь там полчаса, 40 минут все равно зайти, пару сделок сделать, но это уже просто для того, чтобы оставаться в позициях. Ну, сидеть уже, например, нажимать, и я уверен, что ты сейчас плавно будешь переходить и плавно переходишь. Да. Значит, после этого, после того, как заметили, меня взяли в группу, ну, уже, по сути, меня взяли уже как проптрейдера, но определили на курс. На деньги фирмы. Да, но определили, ну, пока на тот момент нет. У меня еще был свой депозит, и я оплатил курс, то есть это было не приглашение, я его прошел полноценно, там два месяца, мы занимались месяц самостоятельно, вот, и уже с января 2011 года, в общем, с 2012 года я уже был, ну, уже принят в команду, так сказать, и уже занимался исключительно скальпингом, под надзором сначала очень опытных скальперов. Не, ну, учителя у тебя отличные, и Дима и Рома, это самая крутая команда, да, в общем-то, любой скальпер в нашей фирме, ну, они, я считаю, у них уровень примерно одинаковый понимания и всего, то есть они все, ну, высококлассные профессионалы. Во-первых, они уже очень давно этим занимаются, они видели, ну, все стадии рынка, любой рынок, который был, они застали и кризис, и флэш-крэш, и все остальное, то есть опыт просто всех ситуаций, которые могли быть, они все это видели. Вот, ну, ты согласен, в принципе, на самом деле, чтобы, будем говорить так, скальперами не становятся, ими рождаются. Если ты пришел, и у тебя никогда, в принципе, за плечами, ты даже и не знал, что это такое, но в подсознании тебе легче было, как я тебе говорю, есть люди, вот, на самом деле, ты очень правильную тему затронул, потому что есть люди, которые приходят на семинар, которые мне говорят, Александр Михайлович, и внутри дня не мое, я, говорит, хочу сидеть сразу, то есть человек, как бы в подсознании, вот как ты, ты сам не понимая того, что ты выбрал, ты как бы начал колбасить вот скальпинг. Ну, как бы скальпинг, это достаточно такой, это относительно простой, с одной стороны, стиль торговли, но, опять же, да и трейдинг, он более, я даже не знаю, ну, это искусство, наверное. Взять, определить, спрогнозировать. В трейдинге все искусство. Ты так же самопрогнозируешь, но на более короткий промежуток времени. Ну, вы знаете, времени-то реально меньше. То есть у тебя есть минута, и за нее нужно уже пять раз что-то спрогнозировать. Ну да. Я думаю, дело не в этом. Все-таки там очень много механики, очень много опыта. Более того, если по себе четко структурировать то, чем ты занимаешься, и грамотно все это распределить, то, в общем-то, это, ну, действительно, это шаблонный такой вид. Вот, допустим, опять же, на тех же курсах, когда тренируешь людей, ты им показываешь все, что, ну, все, что может дать денег, любая ситуация, как на нее смотреть. Скальпинг, он же очень многообразный. Есть графические паттерны. Есть какие-то... Можно вообще отключить график, торговаривать по стакану. Берешь себе спай, он постоянно ходит. Пытаться что-то там определить, где там что кто сделал в стакане, это очень сложно. Ну, можно. Но можно делать это просто механически. Он же туда-сюда ходит. Но определи для себя определенный стоп, определенный профит. И сиди, нажимай на кнопки. Кстати, это тоже отдельная часть. У скайпера очень много хот-кейв. Нужно иметь очень быстрые руки. Мне сначала было очень тяжело, когда пришли первый раз в фирму, у нас так же самое. Сразу нам запрограммировали эти горячие ключи. F1, F2, F3, Control, F4. Ну, у вас F1, F2, F3, а у нас их там у профессиональных ребят, ну, уже, допустим, тех, кто на стерлинге. Нет, но сейчас совсем другое время, конечно. Там под 70 сочетаний. Причем они действительно используются. В моем случае у меня около 40. В действительности я использую не больше 15 сочетаний. Роутеры разные. Такой ротер, такой. Сегодня, тем более, он же стал более, так сказать, роботизированный. Железчик. Рынок. Дорогие друзья, у нас Антон Клевцов. Очень интересная передача. О человеке, в принципе, который за короткий промежуток времени не просто, в принципе, сам научился, еще и учит других. Мы как раз попробуем у него узнать, для чего ему нужно это образование, как он потихонечку переходит с краткоствольных выстрелов на более долгоствольные и на все другие. А сейчас у нас перерыв на новости. Дорогие друзья, добро пожаловать к нам опять. Антон, еще раз здравствуй. У нас в гостях Антон Клевцов, трейдер, блогер, трейдер компании United Traders. Всем огромный привет ребятам. Вот ты попал в проб в январе 2012 года. Вот расскажи, как дальше, в принципе, прошло уже полтора года и как дальше развивалась твоя судьба? Как ты прогрессировал? Дальше все было очень интересно. Во-первых, конечно, это совсем другие возможности, если ты проб трейдер. Ну, безусловно, как бы с частным трейдером сравнить невозможно. Во-первых, мало того, что ты в пропе, ты сидишь еще и видишь, когда люди зарабатывают деньги. Это огромный стимул. Это то же самое, как то, что я занимался спортом в нормальной секции. То есть это был не фитнес-центр, где 100 килограмм в жиме лежа было, ух, какой результат. Это было сборище мастеров спорта и международников, где говорить, что ты жмешь меньше 200, означало, что ты что здесь делаешь? Позорняк. Да. То же самое здесь, когда кругом совершенно другие люди. Причем нужно понимать, это их работа. То есть они спокойно к этому относятся, к этим деньгам, к этим потерям и так далее. Ты видишь вот этот профессионализм. Он именно в том, что они воспринимают деньги не как деньги, ух, ты заработал. Работал. Они воспринимают как вот это материал. Ты пришел, работал, работал. И только месяц вот у тебя вот столько-то очков, эти очки там переводятся в доллары, все. Ну, вот условно. То есть они, в первую очередь, это профессия. Скажем, здесь я начал уже и понимать все по-другому, и относиться к этому по-другому. Ну, естественно, и коллектив обязывал, плюс ко всему сам коллектив на тебя воздействует. Все же как бы тобой занимаются. Общество очень сильно влияет. Можно что-то спросить, тебе всегда помогут. Ну, тем более, я же говорил, я на первый месяц был вообще прикреплен к трейдеру Косте, причем намертво. То есть он меня, я без него ничего не делал, но он мне вообще не давал расслабляться. То есть, скажем, подойдет, раз, возьмет позицию. Вообще не закрывай. Отлично. Ладно, сидишь, закрывай. Это жестко, но правильно. А без практики ничего не получится. Ты вот согласен, например, мне очень часто говорят, что я очень жесток к людям, которым я обучаю. Ты согласен, что по-другому, просто другого выхода нет? В любой области. Как спорт и как все остальное. Да, как кидают гантели и говорят, давай. Самое главное, что тренер, ну, тот, кто кого-то ведет, я все предпочитаю называть не обучение, а тренерство. Потому что тренер – это, в первую очередь, человек, который показывает, как именно показывает. Он тренирует, то есть постоянно заставляет что-то делать. А самое главное, он мотивирует. Хорошо, вот тогда вопрос такой. То есть он должен... Последнее время, я уверен, ты же как блогер и все остальное, ты читаешь огромное количество информации на людей, в принципе, которые обучают, включая тебя. Ну, то есть все твое имя, я не видел упоминаний. Огромное количество образных. В этом основной разницы. Мой адрес твой, там, в другую. Ну, ты только начал. В любой адрес людей, которые образно обучают, постоянно огромное количество ко мне. Я не буду говорить, там, переходить на личности. Для чего это тебе нужно? Дело в том, что, ну, сам блог появился, потому что у всех в друзьях были блоги. Ну, ты вот занимаешься же, ты в United Traders обучаешь людей. После этого началось огромное количество предложений. Так как я сам по себе все-таки трейдер, а не преподаватель, естественно, как бы это все легло на плечи компании. То есть я готов в рамках фирмы заниматься этим, тренировать людей. Вот. Тем более, что, как бы, мне не жалко это все организовать. Да, вопрос, вопрос, что, например, я тебе могу сказать, что я вижу в этом? Я хочу от тебя услышать. Я знаю, что я получаю. Я хочу увидеть то, что ты получаешь. Ну, наверное, то же самое, что и вы. Ну, я хочу, чтобы другие люди слышали твое мнение, не мое. Это, в первую очередь, какое-то развитие. Тебе нравится общаться с людьми. Это дополнительный заработок, безусловно. Как ты думаешь, ты стал лучше, как трейдер, когда стал обучать? Естественно, потому что ты видишь в этих людях свои ошибки. Потому что, ну, мы все одинаковые люди. Ты знаешь, я сейчас там... Больше, что я их же риск-менеджер. То есть я вижу все позиции, контролирую каждое движение. И я понимаю, что они делают, потому что я сам то же самое делал. Я стал на семинарах людей группковать для того, чтобы они просто, например, приезжают, особенно те, кто в регионах живет, чтобы они просто брали человека и желательно, чем дурнее, тем лучше, и просто пытались его научить. И ты знаешь, на самом деле, выхлоп гораздо лучше, чем после любого семинара. То есть люди приходят и говорят, я вот когда начал Васю там своего с деревни, тракториста, обучать и ему рассказывать, я просто стал совсем по-другому смотреть на рынок. Ну, есть... Ну, я же не переключился на преподавательство. Я сам торгую. То есть, по сути, они просто сидят и наблюдают, как я торгую. Это немножко другое. И одно другому не мешает. Я как бы и так занимаюсь своим делом. Здесь еще кто-то что-то там узнает и получает. Плюс ко всему, никогда не знаешь, кто из них выстрелит. А если выстрелит, это уже совсем другое. Это может быть твой коллега, напарник, партнер и так далее. В общем-то, это интересно достаточно. И как, в принципе, ты, как в прошлом году в январе пришел, то строго скальпинг, то есть ты вообще к российскому рынку больше не возвращался? Нет, наоборот. Я через какое-то время к нему вернулся. Вот именно летом. Прошлого года? Да, летом 2012 года. Ну, у меня было достаточно много времени. Я уже совсем переехал в Москву. Ты сам из Питера, да? Не-не-не, Сергеева Посада в Подмосковье. Я очень долго ездил. Ну, это очень напряженно. Да, пришлось... Ну, естественно, уже появились совсем другие возможности, совсем другие деньги, потому что жизнь в Москве, она очень, как бы, такая дорогая. Вот. И я уже смог спокойно рядом с офисом снять хорошую квартиру, там, ходить пешочком, там, заниматься. Ну, вот, да. Ну, то есть уже начал жить конкретно здесь. У меня появилось очень много времени, я мог приходить в 2 часа дня в офис, 4 часа торговать Россию, и там 3, ну, около 3 часов еще на Америку, и к 9 уходить домой. Ну, правда, в те дни, когда была возможность или вероятность хороших имбелансов, вечерних, естественно, оставался на весь день. Но, если честно, это очень тяжело. Утумительно, конечно. Мало того, что два разных рынка, два разных понимания, еще два разных подхода. Российский рынок – это одно. Абсолютно другая игра. Абсолютно другая. Слишком, ну, знаете, настолько все это привязано и связано между, ну, например, российских фьючерс, то за нефтью, то за DAX, то за S&P, тут открытие, там закрытие, здесь еще что-то. Ну, но он интересен. Ну, естественно, он особо не привлек внимания. То есть оставаться там не хотелось, а тратить время для какого-то изучения, ну, оставим на потом, допустим. Ну, я решил так. И у меня было слишком много идей для того, что я мог бы делать на американском рынке. Одни из экспериментов, когда, ну, имбалансы с утра, берешь там в первый принт, у тебя там 40 позиций. Это тоже достаточно статистическая и математическая вещь. Ты просто закрываешь то, что у тебя прет не туда, и добавляешься к тому, что прет туда. По большому счету не надо быть инвестором или сильно разбираться в экономике. Нужно просто очень быстро действовать. И, в принципе, это приносило плоды. Ну, тоже достаточно нервно и напряжно. Далее, как бы, оставаться на одном месте вообще не вариант для меня. То есть, постоянно где-то что-то смотришь. То этим занимаешься, то этим. Здесь изучаешь, здесь. Вот сейчас, как бы, очень, очень интересный, перспективный для меня парный трейдинг. Полгода этим занимаюсь. Я сейчас собираюсь это очень активно освещать в своем блоге. Но, как бы, цель весьма и весьма меркантильная. Так как я не математик, я смог это все визуализировать. Я это сам использую. То есть, там есть и внутридневные стили, и овернайтные. Но мне нужна помощь от людей. И, на самом деле, в общении очень часто, ну, так как блог разные люди посещают, кого-то заинтересует. Кто-то, допустим, без понятия, как визуализировать, где взять, как считать там что-то. Но он, допустим, будет хорошей математикой, сможет мне в чем-то помочь. Есть ребята, кто действительно разбирается в этом. Потому что, ну, действительно, тема не очень освещена. Даже, ну, не даже, а на американских-то сайтах ничего толкового сильно не найдешь. Книги все достаточно старые. Они называют даже не парный трейдинг, а для них это арбитраж. По-простому. Когда берется две бумаги из одного сектора, приблизительно с одним весом, с одной бетой. Да, ну, именно вот эти расчеты по волатильности, бетти, корреляциям и прочее, они очень сложные. Но есть другой вариант. Есть еще акции по типу, как обычная, привилегированная. И там корреляция стремится к 100%. И там тоже есть расхождение внутри дня. И статистически это получается чуть ли не золотое дно. Потому что у тебя есть обычка и привилегированная. Да, у тебя есть... Но привилегированных акций не так много. Таких пар действительно немного. Но они есть. Самое интересное, что на них это все работает. Но у меня не хватает, может быть, знаний каких-то или понимания, как это все дело, структурировать и визуализировать. То есть тебе нужен, в принципе, человек, кто может это математически и образно сделать и просчитать. Ну, хочется... Я же говорю, я сам уже этим занимаюсь. И, в принципе, получается. Но хочется большего. Хочется это как-то лучше. Наши передачи на самом деле очень большое количество людей как раз смотрят. Так что я думаю, что если кто-то здесь услышит из тех, кто математику понимает, то, дорогие друзья, Антон Клепцов ищет себе напарника, нормального напарника, с которым он может... Ну, такие люди всегда находятся. В любом случае, когда блог появился, сразу... Ну, у вас же, в принципе, в фирме, я думаю, что такие люди тоже есть. Да, конечно, но в данном случае тема не настолько еще освоена. Ну, то есть у меня свой взгляд. Я хочу развивать сам. Ну, в каком-то своем понимании, своем направлении. А так, естественно, если ресурсы высвободятся, у нас, в общем-то, целый штат программистов есть. Ну да. Если что. Но есть какие-то приоритетные задачи. Есть там не очень. Я пока справляюсь сам. А когда ты, в принципе, полез, помимо того, что, потому что, знаешь, обычно бывает на самом деле, вот я очень много лет, может, не знаю, хорошо это или плохо, я много лет не лез вообще никуда. То есть я первую сделку на средний срок сделал через 6 лет торговли. То есть я всегда боялся попортить. То есть, знаешь, вот оно перло, как и у тебя, я уверен. У тебя, в принципе, же стало период. Ты стал зарабатывать все на ряд денег, приехал в Москву. Вот ты переходишь, начал там заниматься другими вещами. Не побоялся ты? Есть большая разница. Можно было что-то изменить в скальпинге, и это бы уже относилось к правилу лучшего врага хорошего. То есть то, что там и так нормально работает, это понимаешь. Вот как делаешь, не спугни. Делай как есть. Это одно. А смотреть другие направления, это другое. Потому что, ну, это же совсем другое. У тебя там просто новый свой опыт. Ну, вот сейчас, например, не пострадал ли твой скальпинг от этого? Он не то, что не пострадал. Ну, естественно, пока занимаешься одним, на другое уже не так много времени. Ну, если честно, нет, не пострадал. Это самое главное. Я имею в виду, не пострадал, как говорится, общая моя ситуация. Ну, понятно, заработок. Потому что он очень перспективный парный трейдинг. Поэтому, в общем-то, одно другим заменилось. И при этом он же все-таки позиционный. Ну, в какой-то степени. Скажем, то, что сувернайтов висит, ради бога. Вот тебе другие ситуации. Ведь скальпинг внутри дня, это сотни вариаций. Дорогие друзья, у нас Антон Клевцов в гостях. Скальпер-блогер-арбитражник. И мы в следующей 12-й минутке как раз поговорим более о силе торговли. А перерыв у нас сейчас на новости. Дорогие друзья, Антон Клевцов у нас. У нас охота на герчика. Антон в перерыве предложил поговорить как раз именно более детально углубиться в скальпинг для тех, кого заинтересует. Именно поговорить комиссионные, ребейты, сколько что стоит, что можно зарабатывать. Начинай тогда, так как, говорится, это твоя стезя. Спасибо. Направление ты четко взял, поэтому вот расскажи именно более детализировано. Ну, во-первых, скальпинг – это невероятно многообразный вид торговли. У многих о нем очень странное и скудное представление, что это вот какая-то пипсовка, как ее еще называют. Особенно очень часто люди, которые видели только российский рынок, судят о скальпинге на Америке. Само слово «скальпировать» – оно именно и подразумевает собой. Нет, это все правильно. Время сделки, объем, скорость и так далее – это все остается. Но вариаций, которые для этого подходят, ситуации или каких-то типов, стилей, их очень много. Вот, допустим, имбалансы. Ну, это тот же самый скальпинг. У тебя есть буквально 10 минут до закрытия, если мы говорим о вечерней сессии на Найс. Да там же такая движуха. То есть там особо никуда ничего не уйдет, но там все очень активное, там огромные объемы, там очень все интересно. И самое главное, что ты уже не против всего рынка, так сказать, выступаешь. У тебя там всего один человек, это специалист. И вот он тебе светит этим объемом, и дальше уже кто во что гораст, как говорится. Естественно, там есть всякое интересное, что происходит в стакане. Это первое. Далее. Есть графические методы. Ну, элементарно. Набор каких-то ситуаций, паттернов. Ну, вот какая-то микроконсолидация, пробой, выход. Везде есть движение. Не во все можно успеть, само собой, так как все стало более быстрым и чифтишным. Но, тем не менее, разбор сайзов, это отдельное. Всегда есть импульс. Он достаточно безрисковый, этот стиль. Ну, он, а статистически он просто невероятно прибыльный. Ну, я имею в виду, если бы ты успевал во все и закрывался хотя бы в плюс раз, это было бы 99 из 100 трейдов. Но, естественно, руками сделать практически невозможно. Все, у тебя остается, скажем, из 100 трейдов 10 было бы в минус. Ты успеваешь в 40. Но, к сожалению, вот эти 10 в минус, они достаются тебе в твои 40. Поэтому, в общем, распределение примерно такое. Все очень быстро стало, но, тем не менее, все равно работает. Есть элементарно просто механика. То есть, если кто-то привык к одному инструменту, как, допустим, ну, что это на России? Ну, не акции же. Естественно, все торгуют РТС. Да, пожалуйста, есть спай. Это ровно то же самое. Это дико привязанное ко всему, к чему только можно. Актив, пожалуйста, сиди. Он очень активно двигается, очень активно ходит. Выключи ты график, занимайся стаканом и так далее. Все видно. Потрать время, записывай ленту, учи это дело. Это очень полезно. Это отдельный вариант. Далее. Из стилей. Там, я не знаю, даже теханализ. Ну, вот если вы там что-то начнете рисовать и так далее, все равно это как-то статистически оправдано. Есть какие-то движения. Но ты подтверждаешь слова, что все... Главное, не переходить из скальпинга уже в дейтрейдинг. Ты подтверждаешь одну вещь, что на самом деле все работает. Нужно просто этим заниматься. Именно этим. Потому что основная проблема в чем? Вот я же вижу у меня вот эти группы студентов, назовем их так, те, кого тренирую. Как только человек начинает ждать чего-то большего... Ну, скажем так, взял такой... А может, дальше пойдет? Все. Все. Самодеятельность. Хана. Ничего не пойдет дальше. Самодеятельность. Да. У тебя... Ты же знаешь, что вот ты зашел, забираешь три цента, уходи оттуда. Все, закрылся, забудь. Даже если она доллар пройдет после... Откуда ты знаешь? Это пройдет доллар вверх, а это вниз. А ты взял лонг. Ну, это же ненормально, правильно? Высиживать не будешь. Тогда я тебя задам, извини. Не нужно путать. Перебить. Встречный вопрос. Ты все правильно говоришь. Я говорю то же самое. Одно маленькое «но». Таких людей, как ты, единицы, кто это понимает. И ты знаешь об этом. У тебя группа людей приходит. Ты же сам видишь, кто остается, что остается. Остается так. Человеку сказал, например, все. Твоя прибыль, например, тысяча пунктов по РТСу. А Александр Михайлович, а вдруг он выше пойдет? Абсолютно. Поэтому я говорю, здесь ты согласен, что здесь вообще просто человеческий фактор это все? Это самое главное. И поломать его нельзя? Ну, только если что-то сделать с собой. Вот и все. Вот у тебя, допустим, сколько времени ты преподаешь? Тренируешь по-простому? Давай по-простому. Сколько у тебя групп было? Семь месяцев. По-моему, четыре группы. Четыре группы. По сколько человек? Немного. Не имеет значения. Мы же не считаем ни деньги, ничего. По пять человек. Не, в среднем по 15. 15 человек. 60 человек у тебя было. Сколько людей ты видел? Таких, которые сели и сказали, там, Антон Батькович, я буду... В начале много. Да. Они все такие. Нет, говорят все. Потому что я даю хорошие варианты. Если повторяют... Ну, при этом часто они просто делают ровно за мной. Если я в плюсе, то я не в плюсе. Это нормально. Если успевают повторить. Но самое главное, как только, как говорится, отпускаешь на вольные хлеба, через неделю смотришь, что ты сделал. У тебя был плюс нормальный. Зачем? Все. Все, смотрим репорты, делаем одну простую вещь. Мы смотрим репорты за какой-то день или за неделю, каждый день и смотрим, что он сделал не так. Все. Нет, он все сделал так. У него положительных трейдов всегда больше. Вот просто только вдумайтесь. У него всегда их больше в штуках, чем отрицательных. Почему нет прибыли? Потому что Бэнк оф Америка мы торгуем по 100 акций, Apple мы торгуем по 100 акций. Нельзя торговать. Так нельзя, конечно. Это первое. Нарушение риска мани менеджмента. Далее. Он мог все эти трейды иметь в плюс. Ну, на каком-то уровне. Ну, скажем так, он взял, повисел плюс 4, а вдруг пойдет дальше и вышел уже в минус 4. Как? Поломал трейд без плюсового в минус. Что ты сделал? Зачем? Или там, скажем, окей, высидел, ну дала на плюс 13. Ну, допустим. Ну, какая-то акция, которая вообще столько не ходит. Он там берет уже 25% движения. Это уже даже не дейтрейдинг. Это уже чуть ли не инвестирование. И он все равно, он думает, что сейчас вот только вот вот плюс 15, вот сейчас вот заявочку поставлю, это все откатывает. И вместо того, чтобы забрать хотя бы половину от этого, он либо вообще начинает просто чудить, он просто добавляется. Это выходит вниз. В итоге этот трейд заканчивается в минус. Человеческий фактор, как всегда. Вот давай тогда поговорим, ты начал говорить о цифрах. Вот там комиссии и все остальное. Многие боятся идти в скальпинге именно как раз из-за того, что расходы, комиссия и все другие факторы. Расскажи об этом. Ну, с нами все просто. Как бы United Traders делает все для скальперов. Ну, это действительно так. У нас комиссионные стремятся к нулю. Вот, допустим, у тех, кто занимается комиссионные, в среднем один доллар на тысячу акций. Это брокерские. Далее, скальпинг это... Плюс биржи. Биржи мы учим так, чтобы ребейты присутствовали. Таким образом, издержки на комиссионные можно снизить. Это нормально. Получать по заявке, закрываться по заявке. Многие ведь не знают. У них терминали, арка стоит, они ей плюхают во все. И стоп на нее же, и диджейкс. Ремувлик видит. Все, а у них там вообще-то 13 штук. И, в общем-то, бери, не хочу. Есть у тебя и даркпулы, есть у тебя половинки. У тебя есть, где за удар по рынку тебе платят. Но ребейт-трейдинг, как таковой, нужно признать, уже практически не живет. Ну, это очень сложно. Есть даже такие скальпы, ребята, кто только сугубо на ребейтах сидят. Сидели. Сидели, да. Нет, оно имеет место быть. Ну, скажем, есть какая-то ситуация, возникает перекрытие рынка Насдаком или еще что-то. Ну, можно успеть сунуть, обернуть, я не знаю, ну, смотря какая акция. От тысячи до 20 тысяч акций. Ну, в действительности это не такие деньги. То есть, надо хотя бы за день миллиона 3-4 обернуть через эти ребейты. Чтобы что-то заработать. Но при этом надо понимать, что 4 трейда, допустим, через БАТ, когда ты по одной цене закрываешься, открываешься с добавлением ликвидности, эти 4 трейда в случае выхода в минус раз по рынку, это сразу ноль или даже небольшой минус. То есть, это очень сейчас на грани и рискованно. Раньше просто было что-то проще, что-то получалось. Скажем, раньше это, наверное, вот как раз года 3 назад. Вот сейчас это имеет место быть, но уже на уровне сокращения сдержек. И, в общем-то, отлично работает. То есть, даже сегодня у многих есть возможность, чтобы нет был больше, чем гроз. Это нормально. В принципе, надо это получается. Ну, либо по отдельным бумагам, либо вообще за день. Это может быть. То есть, по сути дела, ты продолжаешь все равно сейчас скальпировать, и ты немножко углубляешься больше в то, что тебе нравится, там, парный трейдинг. Ну, ты хотел просто о скальпинге больше рассказать. Ну, вы знаете, так как у меня нет пока никакого полуавтомата для парного трейдинга, если это внутри дня происходит, там все тоже очень сложно. Нужно в двух стаканах попытаться получить заявку. В смысле, попытаться получить по заявке, чтобы сэкономить спред, потому что, в общем-то, там отводится не огромное количество центов для того, чтобы на этом заработать. Скажем, у тебя есть 10 центов, у тебя две акции. Если ты берешь по рынку и выходишь по рынку, сразу минус 4 цента. То есть, в лучшем случае тебе остается 6, это половина. Соответственно, за счет сокращения спреда тебе нужно получить... Прибыль побольше. Да, она будет больше. А для этого нужно очень быстро, вообще-то, и по стакану ходить. Здесь быстро получил по заявке, хорошо. Здесь ударил по рынку, хотя бы 2 цента сэкономил. И на выходе то же самое. То есть, навыки скальпинга никуда не делись. Они только помогают здесь. Ну, так что, как сказать, одно другому не то, что не мешает, а более чем дополняет, да. Не, ну, скорость, ты знаешь, она, в принципе, всегда в любой ситуации, она очень помогает. Нас даже, когда мы пришли только торговать, наш хозяин заставлял нам всем купили эти программы печатать. Я рассказывал это очень часто, и нас реально заставляли. Мы обязаны были, обязаны были 30 минут. А мой партнер вообще час. Каждый день. Слепое печатание. Слепое печатание, да. Там эти машинки, мотоциклы бегают, эти буквы. У меня тоже руки заточены не совсем под клавиатуру, мягко скажем. Да, ты не пианист. Да, и когда я пришел, Костя начал со мной заниматься, он мне говорит, что делать. Он уже четвертое действие называет. Я пытаюсь выбрать еще первое. Он говорит, слушай, ну так вообще не пойдет. Это ненормально. Это, в принципе, решает тебя любой возможности что-либо делать. И я точно так же на целый месяц соло на клавиатуре, будьте любезны. Каждый день. Честно, печатать слепую не научился. Но клавиатуру чувствую уже по-другому. Сегодня не замечал, иногда спрашивают, смотришь ли на клавиатуру. По-моему, нет. Нет, уже нет. Нет, иногда, конечно, смотришь, но это какое-то механическое действие. Что ты смотришь, а все равно... Как автоматом. Как ты что-то сделал. Вот скажи мне, если есть грааль, то в твоем понятии что это? Я его уже вполне обозначил. Это не отступление от правил. Ты видишь, что работает. Делай это. Строгий алгоритм. Ну, скажем так, он же всегда имеет и интуицию, и опыт. Скажи, если бы это был строгий алгоритм, то нафига делать руками, сделай робота и сиди довольный. Нет, ну, есть вещи, которые нельзя... То есть они руками отлично получаются, а заставить робота понять, что ты хочешь, невозможно. Поэтому в любом случае тебе приходится делать одно и то же и не сворачивать с этого. Я думаю, он именно в этом. Вот через тебя прошло 60 человек приблизительно. А там осталось, естественно, я думаю, ну, 10%. Ну, 15 топ, образно. Это хорошая цифра, если осталось 10 человек. Да нет. Если вы говорите о том, у кого все целое, то целое практически у всех. Отвалились только те, кто попросили, чтобы я не следил за их рисками. Они говорят, Антон, все, спасибо, все закончилось. Как ты говоришь, почему? Я занимаюсь этим сам дальше. Почему люди, зная то, что гораздо легче, например, быть под тобой, и чтобы их проверяли, все остальное все равно уходят сами на себя? Кстати говоря, это очень хорошее... Я, в принципе, ждал вопроса, скажем, о том, а сколько может заработать скальпер и так далее. Я даже такой вопрос не задавал. Не-не-не, я очень часто задают тем, кто торгует на России, привыкли. Они знают свое ГО, знают свой риск и могут считать в процентах. На Америке это невозможно, в принципе. И BP внутри дня может быть любой. У Proptrader это вообще... Я сколько попрошу риск-менеджера... Столько дадут. Да, столько мне и дадут. Какой нужен риск, если он оправдан и нужен, то он и будет. Поэтому считать в процентах день от дня, в общем, достаточно сложно. Но самое главное, вот человек завел 2000 долларов на счет. Он занимается скальпингом. Он может делать в день спокойно. 100 долларов. Нет, ну это хороший вариант. Это, в принципе, нужно к этому стремиться. Потому что, ну, с 20-м плечом, ну, вполне, почему нет? То есть, скажем, на 40 тысяч можно нормально заходить. Да можно намного больше делать. Да, я говорю подстромного всегда. Не, я просто говорю, что мешает людям? Им либо сразу миллион подавай. То есть, они не умеют считать. Вот он сделал 30 долларов. Ну, хорошо, 40. Да даже 20. Это 1% к депозиту. Вот ты ему объясняешь. Смотри, ты взял 2 тысячи... Ну, он тебе скажет, там ты ему скажешь, что он старталтон. Ну, это же всего 20 долларов. Да. Ты знаешь, я сейчас говорю, он тебе расскажет, что он сейчас выйдет на улицу и за 20 долларов сможет купить всего там несколько... Именно это и мешает, Александр Михайлович. Вот как ни крутите, у всех... Антон, ну, а что он... Ну, 20-ка, ну... Я вот сделал 20-ку, а потом пошел на Apple. Ой, а там спред 20-ка. И все. И сразу он минус 40 закрылся. Дорогие друзья. У нас очень интересная беседа. Ну, в четвертой Антон будет нам рассказывать. Ты в четвертой секции расскажи вообще, что ты хочешь рассказать. Ты шел сюда с тем, чтобы рассказать что-то, что ты хотел. Там вообще конкретно о деталях, о блоге своем и обо всем остальном. Дорогие друзья, очень интересный гость. Антон Клевцов, вы видите, за 3 года человек, в принципе, добился очень многого. Найти вы его можете в его блоге, ему очень много пишут. А у нас перерыв на новости, после этого мы продолжим. Еще раз добрый день. У нас Антон Клевцов. Еще раз приветствую. Все, 12 минут у тебя, я хочу, чтобы как раз ты более, более чем адекватный гость. То есть, ты действительно в теме. За 3 года, например, добиться, я в индустрии очень много, я очень много видел, в принципе, талантливых ребят. Да, там и Дима Белусов, и Рома Вишнева тоже, в принципе, быстро повылезали. Может, за счет скальпинга. Не всем суждено скальпинга. Поэтому хочу, чтобы 11 минут ты рассказал людям все, что ты хочешь. Что бы ты хотел, вот ты все равно смотри, ты пишешь в блоге, правильно? Вот представь себе, у тебя видеоблог, у тебя есть 11 минут, и вот ты, видишь, как раз даже камера есть, можешь помахать, люди, видишь, это вот настоящий Антон Клевцов. Давай, Антон, 11 минут у тебя. Конечно, это очень сложно за 11 минут рассказать что-то, что мне очень хочется, потому что, ну, вы сами видели, сколько статей всего, и это каждая статья. Я на твоем блоге, перед тем, как ты пришел сюда, я пошел на твой блог, и на самом деле очень здорово написано. Особенно мне понравилась одна фраза, которую ты написал. На самом деле фраза великолепная, когда ты там, один парень пишет, ну, давайте, ты написал, если я сейчас все напишу, то у меня не будет потом мыслей дальше описывать. Это, кстати, очень умно, потому что ты правильно говоришь, наши хотят сразу и все. Ну, к тому же это относилось к парному трейдингу, я пытался его, ну, я до сих пор его еще познаю сам. И это, в общем-то, не только повествование и то, что я делюсь этим с людьми, но я, в общем-то, сам еще для себя решаю, а так или не так, когда пишу, я тоже очень много чему могу получить. Вдруг раз идея родилась, и ты так, ага, так остановился, пошел смотреть, и потом уже это дело выкладываешь. Потому что, когда люди тебя читают, люди на тебя смотрят, ну, как-то слишком часто ошибаться нельзя, то есть нужно уже как-то обдуманно... Марку, марку держать. Не, ну, просто от тебя чего-то ждут. Ты вот сказал, что я даю, все сидят, ага, ну, давай. Естественно, там дать лажу как-то, ну, а потом говорить, ой, ребята, я тут ошибся, совсем все не то, вот надо не так. То есть нужно постоянно быть очень готовым. Ну, вот ты здесь три года, ты, в принципе, работаешь в пробкомпании. У вас есть разные стили, там, и Сережа Майор, и Фикостя. Да. У вас разные ребята есть, там, Сережа Майорова, я знаю, уже 7 лет, когда он только начинал работать, там, в пропе, в Мэдисон. Да, парень мега талантливый на самом деле, мега талантливый. И очень хорошо торгует, очень хорошо видит рынок, насколько спокойный. То есть разные есть ребята, да? Вот. И очень часто люди спрашивают, с чего начинать? Вот с чего бы ты посоветовал? Действительно в скальпинг. Хороший вопрос. Чаще спрашивают, ну, вы знаете, скальпинг, я его вижу для себя так. То есть как бы, так как я исключительно практик, исключительно механик, ну, я имею в виду по природе действий, то есть у меня нет никакой необходимости анализировать фундаменталы, это не значит, что я им не интересуюсь. Это очень все интересно, и портфельное инвестирование, и дейтрейдинг, и свинг, и все остальное, но вот раз уже остановился на этом, занимайся этим, остальное можешь просто изучать. Я за практику. Конечно, многие скажут, ну, ведь это вот довольно дорого начинать, тратить деньги, ну, окей, что можно сделать бесплатно? Наверное, ничего. Нет, сто процентов. Поэтому нужно в это дело вкладывать. Ты знаешь, вот вопрос, ты задел одну тему, я с тобой как раз хочу на эту тему поговорить. У нас была ситуация, когда, например, раньше был там семинар в Киеве, три года назад люди просили, сейчас недавно БУЗА поднялась, люди просили очень часто, чтобы я поторговал на семинаре. Вот это два года назад было, торгую я это на Киевском семинаре, я торгую, делаю 10 сделок, все сделки уровней, притом Дима Белуусов знает, еще в старом офисе когда-то, три года назад, я не знаю, или рассказывал эту историю. Я приехал, говорю, вот смотри, какая уровневая сделка, торговал он, я тебе даже могу что сказать, что он торговал, а как сейчас, помню, Берши Хэтэвэй, Класс Би, стоило на 78 долларов. Я говорю, смотри, какой уровень, он говорит, ну, если отличный уровень, сейчас и зайдем. Заходит там свои 3,5 тысячи шерст и буквально там делает там доллар. Все, говорит, ну, смотрите, все отлично работает. И вопрос был в другом. И когда я на семинаре торгую, и когда люди повторяют тебя, им все время кажется, что вот они делают это твоими руками. Но когда он отходит, поэтому это очень спорный вопрос. Нужно ли показывать? Ну, скажем так. Нет, показать нужно. Обязательно. Тренер должен продемонстрировать, потому что, ну, элементарно, это же практика. Трейдинг – это всегда практика, поэтому в первую очередь практика. Теория, ее не так много. Вот ты когда с молодежью начинаешь работать, да, вот представь себе, что у нас сейчас видеоурок, к примеру. Вот пришла к тебе группа, вот сейчас твоя группа – это те, кто тебя смотрит на самом деле. Или вот говорят там, Антон, как тебе по отчеству? Валерьевич. Антон Валерьевич. Не, 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 у нас такого нет. Я понимаю, образно, образно. Антон Валерьевич, я тоже там, Александр Михайлович, только для студентов, чтобы они боялись немножко. Ну, правильно. Антон Валерьевич, все, мы на первом занятии. Вот с чего начинается твое занятие? Что конкретно ты рассказываешь? Потому что люди разные приходят, кое-кто более подготовленные, кое-кто медленнее подготовленные. Да, в этом, кстати, основная проблема, то, что очень разный уровень подготовки у людей. Но начинать приходится с самого простого. Ну, естественно, мы особо не затрагиваем вопросы настройки терминалов, что такое S&P 500. Ребята, Google в помощь. Не надо приходить совсем нулевыми. Не надо ждать, что вам тут за 4 месяца, прям, ну, я не знаю, из вас там подготовят мегакадров. Самому нужно заниматься. Это первое, о чем я говорю, что нужно. Вот с сегодняшнего дня, говорю... Сколько, по твоему мнению... 10 часов в день нужно... По твоему мнению, я, например, у меня есть цифра. Сколько в твоем понятии самообразование и становление трейдера должно занимать? Вот из 100%? Все время. Нет, я говорю, ну сколько. Вот, например, 10% даешь ты, 15%, 90% самообразование. Ну, учитывая, что мы часто торгуем весь день, всю сессию практически, ну, с перерывом на обед, 4-5 часов, ну, еще хотя бы столько же надо тратить на это время. А то и больше. Я за себя могу ответить. Ты даешь азы, а все остальное они должны отбивать. Я 14 часов этим занимаюсь. Ты даешь азы, а они должны остальное отбивать. Да, ну, естественно, в первую очередь отвечаешь на вопросы. Все показываешь. Если что-то показываешь, объясняешь каждое действие. Учишь обращать внимание на все. Пытаешься подать это все в комплексе. Ну, потому что, вы же сами понимаете, если мы возьмем акцию, любую акцию, особенно американского рынка, мало кто себе вообще представляет, что это за вещь. У всех, знаете, понимание, вот как, не знаю, стакан. Вот этот стакан стоит 100 рублей, а вот стакан Герчика стоит... 150. ...5 тысяч рублей, потому что это его стакан. Все, две степени свободы. Ну, по большому счету. Акция — это совершенно удивительный инструмент. Если бы хоть кто-то знал, насколько она привязана ко всему, к чему только можно. Она входит и в индекс, она входит в ETF, она входит... У нее есть опционы. Везде ее тянет... И на фьючерсы на акции, да. Тысяча неведомых и ведомых сил. И поэтому это все нужно понимать. Не нужно к этому относиться просто как к числовому ряду. Ну, уж совсем... Как быстро получилось так, что, в принципе, ты за такой короткий промежуток времени и это одолел. Это невероятная усидчивость. Я правда не шучу. 14 часов в день. Сколько раз в неделю ты в спортзал ходишь? Один-два. Скромно. А ходил раньше больше? Нет, не один-два. Ну, как-то вот за один-два накачал булки такие. Вы знаете, люди... Сама индустрия очень тоже странная. Если мы сейчас поговорим о спорте, я могу на одну минуточку сказать, что есть глянец, я имею в виду, то, что пишут в журналах, то, что пытаются втюхать людям, не пойми зачем, что надо вот это есть, вот это вот надо делать так, а вот это правильно вот так. В результате мы имеем целую армию людей... Которые пытаются на этом заработать. У которых... Это отдельная тема. Мы еще имеем людей тех, которые это делают, и мы имеем целую армию, извините, ну, не очень физически крепких, с расстройством желудка и так далее, и так далее. Все намного проще и чаще совершенно наоборот. То есть как бы то, что пишут, делай наоборот. Часто в зал не надо ходить. Есть 20 тысяч раз в день не нужно. Я вообще вот сейчас вот... Я приехал голодный, вчера кушал поздно вечером. То есть то, что тебе подходит. Нет, я тренируюсь для того, чтобы не зависеть от этого. Они постоянно как истеричка есть 6 раз в день, бояться катаболизма и постоянно бегать на тренировке. То есть ты кушаешь то, что ты знаешь, нужно твоему организму. Да, и занимаюсь так, как я его чувствую. Не надо перегибать палку. Почему это везде как бы работает? Тогда вот у нас 3 минуты осталось. Расскажи. Видишь, что всегда по-любому все... Столько тем. Все темы, они всегда пересекаются. Хотя, ты знаешь, они все друг от друга зависят. У тебя даже по тому, как ты ставишь, у тебя видно, почему у тебя в трейдинге получается. Понимаешь, это видно. Это не комплимент тебе, как бы мы не девочки здесь друг другу. Комплименты. Очень многие пытаются провести параллель. Это есть. Оно есть, но... Но ты по жизни, понимаешь, у тебя получается, что ты четкий по жизни. Четкий. Ты вот сел, а ты конкретно говоришь, я хочу вот это, это. И я буду делать то-то, то, чтобы получить это, это. Только так и надо. Все знают, что так и надо. Но 99% думает, ну, ты знаешь... Значит, мотивации недостаточно. Да, Антон что-то вроде сказал, вот здесь нажать, а ну, он же как бы не суперумный, ну, три года, что он там знает, а я вот другую кнопочку нажму. Тогда вот еще раз, если действительно первые шаги, вот там, Граль в трех словах, в трех линиях, например, первое, второе, третье. Без проблем. Во-первых, заниматься тем, что тебе действительно нравится и получается. Это первое. Быть целеустремленным, ставить цели значительно... Ну, не бояться ставить их высоко. Лучше ударить в середину, чем сразу брать по низам и никуда не вылезти. То есть это обязательно. Нужно быть амбициозным. И делать, делать, делать. Быть целеустремленным, не щадить себя, не надо себя жалеть. Ничего с тобой не случится. А у тебя есть вещи, о которых ты жалеешь? Например, не пришел раньше в трейдинг. Это жизнь. Сколько тебе лет было? Три года назад. У тебя возраст... Будет вот 28, 23 июня. Получается, в 25. Ну, я пришел тоже в трейдинг в 25. Ровно в 71-96 год я пришел. Ну, уже тогда понимал все. А кто ты, давай скажем, люди, кто ты по знаку гороскопа? Ну, получается, рак. Июльский? Да. Нет, июнь, 23 июня. У меня сын тоже рак. 1985 года рожден. Видите, дорогие друзья, если вы рак или дева, как я... Ну, конечно. У Дима Белусов, по-моему, сентябрьский. Да. Если вы рак или дева, у вас... Попитал, и ты остался. И как бы ничего... Подтвердил. Абсолютно верно. Ты показал, что любой человек, при том, что у нас есть ребята там, кто и на кубках участвует, и ребята, которые там с копеек, в принципе, поднимаются. Поэтому шанс из всех не все могут взять. Дорогие друзья, у нас передача подходит к концу. Просто расскажу, кто у нас был в гостях. На самом деле, гость великолепный, очень энергичный. Красивый, молодой, здоровый. И на самом деле, кто хочет его читать, я почитал его блог перед тем, как идти общаться с Антоном. Это блог Антона Клевцова. Вы можете посмотреть в компании. Значит, Антон работает в компании United Traders. Там же преподает. Пожалуйста, он и на правах рекламы. Если кто-то хочет, вы знаете, как его найти. Звоните в компанию United Traders. Антон Клевцов. Если хотите написать в блог, пишите ему. Антон, тебе огромное спасибо, на самом деле. Передача уже очень быстро прошла, и тебе успехов в парном тренинге. Спасибо большое, тоже желаю всем удачи. Спасибо вам, что пригласили.